Педагоги Приморья не работают две недели, тем самым бастуя против нечеловеческого отношения к самой человечной профессии. Наши работники образования пока к таким крайним мерам прибегать не собираются. Однако, если вспомнить, что учителя Беломорской и Суаярве не получили зарплату за сентябрь, а петрозаводские педагоги за октябрь, то нетрудно догадаться, что без кардинальных перемен и наши дети останутся необразованными невеждами. По словам профсоюзных лидеров-учителей, государство отреклось от них, передав муниципалитеты. Это была ошибка, которую не поздно исправить. Другая проблема, которая унижает педагогическое достоинство, это низкая зарплата и несвоевременная ее выплата. С 1 января российское правительство обещало поднять учителям зарплаты, но они это расценивают как компенсацию давних долгов. Через пару недель Госдума начнет обсуждать бюджет на 2001 год. Перспектив для работников образования профсоюзные лидеры в проекте не нашли. Потому что денег на финансирование отрасли взять неоткуда. Учителя решили единым фронтом выступить со своими требованиями к правительству России. Потому что им одним, похоже, еще не безразлично, какое будущее ожидает страну.